Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать и анализировать фундаментальные события, влияющие на те торговые идеи, которые мы с вами обсуждаем, собственно, изо дня в день. Давайте сразу начнем с нефтянки, где бренд у нас выше 65 долларов за баррель, фактические котировки 65,17. И раз нефть растет, мы говорим о том, что цены получают поддержку на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Считается, что по факту новых санкций в отношении официальных лиц Ирана со стороны США и ответы Ирана в плане того, что Штаты закрыли окончательно все каналы дипломатии, это виток обострения, эскалации этих отношений, которые, в конце концов, снова поддерживают идею того, что военного конфликта не миновать. Я не хочу, конечно же, допускать то, что это может произойти. Я сторонник того, чтобы этого, безусловно, не было. Но на рынке сейчас, друзья, эту идею действительно обсуждают. Поэтому цены на нефть растут, поскольку любой военный конфликт ближневосточного характера это угроза для мировых поставок нефти. Может быть, дополнительную поддержку ценам оказывает еще вот инцидент на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США. Кстати, это в Филадельфии один из крупнейших НПЗ всего Восточного побережья. Его загрузка в день составляла 300 тысяч баррель в сутки. Конечно же, можно чуть порассуждать по данному инциденту и допустить, что он может стать еще одной причиной последующего роста запасов нефти США. Но думаю, друзья, что если действительно последствия будут таким, то рост запасов мы будем наблюдать не сегодня, когда выйдут данные по запасам, а скорее всего через неделю, через две. То есть определенный отложенный эффект. Ну и, безусловно, участники рынка продолжают ждать встречу между Си Цзиньпинем и Трампом, которая состоится в рамках саммита G20 в Японии. Встреча очень важная, потому что будут обсуждать снова торговые вопросы, возможность возобновления переговоров и, разумеется, в конце концов будут допускать либо искать вот эти инструменты, которые в конце концов позволят выйти на торговое соглашение, поставить точку в торговой войне и снять с рынка риск замедления темпа просто мировой экономики. Все бы ничего, друзья. Вроде бы как позитив есть действительно, настраиваются участники рынка. Больше сейчас сторонятся идеи того, что в переговорах удастся добиться прорыва. Ну вот вчерашний комментарий Трампа лично меня убедил в том, что он на эту встречу идет с следующим настроением. Ему плевать на результат. То есть он отметил, что будет доволен любым итогом и результатом встречи и переговоров с Си Цзиньпинем. Я допускаю, что это и есть, если прочесть между строк сигнал того, друзья, что стоит рассчитывать и надеяться на прогресс в, скажем, в вопросах торговой неопределенности между ведущими экономиками мира. А поэтому конец этой недели у нас может быть связан с появлением этого негативного триггера, который в конце концов снова уведет нас на риски замедления мировой экономики. Я считаю, может быть, нам уже пора пользоваться этой ситуацией, раз поступил сигнал от самого Трампа. Если вас устраивает такая идея, друзья, я рекомендую открывать короткие позиции по нефти через отложку селстоп с уровня 64,80. Я в этой сделке участвовать буду и рассчитываю, что уже со следующей недели, когда мы еще закроем вопрос с обсуждением торгового соглашения с странами ОПЕК+, и в идеале получим сигнал того, что страны не будут продлевать соглашения на второе полугодие, сложится очень хорошая конъюнктура для того, чтобы мы улетели в район 60 долларов за баррель и, разумеется, впоследствии тестировали уровни пониже. Доллар и иена 107.45 восстановились мы с локальных минимумов. Это говорит о том, что участники рынка, возможно, насытились идеей потенциального июльского снижения процентной ставки Федрезервом, то есть отыграли этот шаг монетарного стимулирования. Я говорил, друзья, то, что, скорее всего, в ближайшие дни вот эти агрессивные распродажи, они завершатся. И, возможно, это произошло как раз в ходе вчерашней торговой сессии. Это не значит то, что у доллара теперь горизонты для роста. Нет, доллар будет снижаться, но уже не так активно, как раньше. Поэтому мы видим сейчас ослабление и рисковых инструментов, которые раньше получали поддержку на слабости доллара. Как только доллар немного восстановился, риск полетел вниз к уровням, которые являются для евро, фунта, австралийца, новозеландца более оправданными. В частности, еще был один катализатор, на мой взгляд, снижения, точнее, локального роста доллара. Это вчерашнее выступление Джерома Пауэлла, который немного поразил своими комментариями и тем, как они разнились между собой. Он сделал акцент на то, что безработица остается низко. Инфляция растет, да, она еще не рядом с солевым уровнем, но она неуклонно движется именно по тенденции восстановления. Экономика растет. И все развели руками, что ты несешь. Буквально ведь на заседании в прошлой неделе мы слышали о массе проблем, которые характерны для американской экономики, вследствие чего Федрезерв анонсировал более агрессивный подход к экономическому стимулированию. С другой стороны, Джером Пауэлл вчера сделал все-таки акцент на то, что инфляционные ожидания остаются низкими. А инфляционные ожидания, друзья, это индикатор вообще доверия потребителей к тому, что ФРС справляется со своим мандатом. В общем, влияние риторики Пауэлла неоднозначное. Вроде бы как и были сигналы того, что он сомневается в том, что ставки нужно повышать. Ну, с другой стороны, были сигналы, указывающие на то, что ставка все-таки будет снижена и, возможно, не раз. С настроениями мы еще впоследствии попробуем разобраться. Пока что ждем данные по заказам на товар длительного пользования. Сегодня 15.30 по московскому времени. Завтра поговорим, посмотрим, как статистика повлияла на настроение и также на вероятность снижения процентных ставок. Ну, а пока работаем с тем, что есть. Доллар локально восстанавливается. Используем это, друзья, для того, чтобы ослабить позиции рисковых активов. Евро против доллара 1.1354. Отбились мы от уровня 1.14. Не буду говорить, почему евро тоже не продавать. Пересмотреть прошлые брифинки. Фунт против доллара 1.2672. Также мы идем вниз. Сегодня, кстати, выступление Марка Карни, который возглавляет британские регуляторы в 12.15 по московскому времени. Я жду от него все-таки прямых заявлений о важности и необходимости экономического стимулирования. Ну, сродни тому, что мы слышали ранее от Европейского центрального банка. Хочется понять, опять же, готов ли Банк Англии действовать в связке с прочими регуляторами, которые уже встали на тропу мягкой экономической политики. Сегодня, друзья, у нас есть шанс услышать это. Я надеюсь, что фунт в связи с этим разовьет еще большее снижение. Новозеландец против доллара 0.6653. Здесь также предлагаю сделку, друзья. Ссылка лимит с уровня 0.6690. Ставку сегодня оставили на прежнем уровне 1,5%. Однако сделали заявление руководству Резервного банка Новой Зеландии об ухудшении ситуации с занятостью и с инфляцией. Это фактически также является подтверждением намерений снижения процентных ставок. Сейчас нужно ловить на локальном росте новозеландца, потому что впереди у нас тоже очень важный уровень сопротивления. В принципе, как и по австралийцу уровень 0.70. Использовать эти ценовые значения, чтобы выгодно продать. Я надеюсь, что вы это сделаете, друзья. Потому что, на мой взгляд, продажи новозеландца и австралийца с текущих уровней – это прекрасные долгосрочные сделки. Австралийц против доллара 0.6963. Опять же, можно открывать позицию уже сейчас. Можно дождаться теста отметки 0.70. Но выше мы вряд ли уже уйдем. Резервный банк Австралии уже анонсировал готовность к трем снижениям процентных ставок до конца этого года. Остается только ждать. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.